МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вторая мировая война. Самая масштабная и страшная война в истории человечества. Она продолжалась с 1 сентября 1939 года по 3 сентября 1945 года. Война втянула в свою орбиту 62 государства. Под ружье было поставлено 110 миллионов человек. Советский Союз потерял во время войны 27 миллионов человек. Ни одна страна столько не потеряла. Вторая мировая война – это рубеж в человеческой истории. Фактически человеческая история, можно ее, так сказать, делить на до Второй мировой войны и после Второй мировой войны. Это был самый глобальный конфликт в истории человечества. Преступники, которые стремились завоевать мир и уничтожить значительную часть населения, не жалели никого – ни женщин, ни детей, ни стариков. В августе 1945 года, через три месяца после победы над фашистской Германией, правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными военными преступниками. Местом проведения процесса был выбран германский город Нюнберг. Именно здесь в 1933 году состоялся первый съезд нацистской партии после ее прихода к власти. По мнению союзников, город, в котором зародился нацизм, должен был стать местом, где он будет осужден и похоронен. И с другой стороны, там был вот этот знаменитый дворец правосудия, который был удобен и имел подземные такие ходы, которые связывали его с тюрьмой, где будут расположены главные подвиняемые в ходе нюнбергского процесса. Начало работы Нюнбергского военного трибунала было назначено на 20 ноября 1945 года. Однако до начала процесса прокуроры должны были убедиться, что все 22 высокопоставленных нациста в состоянии предстать перед судом. Экспертиза – это обязательное условие при проведении уголовно-процессуальных действий, когда человек привлекается к уголовной ответственности. Надо понимать, человек уменяемый или неуменяемый, потому что неуменяемого человека привлекать к уголовной ответственности нельзя. К оценке психического состояния нацистов были привлечены известные психиатры, главным среди которых был доктор Дуглас Келли. Он был высоко квалифицированным врачом-психиатром. Его работа заключалась в том, чтобы обвиняемые хорошо питались, и чтобы их здоровье, в том числе психическое здоровье, было в норме, и никто бы затем не мог выступить с заявлением, что это был нечестный судебный процесс. Сразу после войны нацисты ассоциировались у людей с омерзительными чудовищами. Их представляли в виде демонов или монстров. И зарисовки и карикатуры тоже были все на эту тему, что они являют собой воплощение зла. Келли подозревал, что это упрощение. Но в то же время как медик был убежден, что эти люди не могут быть нормальны. Те злодеяния, которые они совершали, они не укладываются в ум человеческий. Начальники концлагерей вели себя как настоящие изверги. Ну, например, один из них разрешал своему сыну в течение рождения расстреливать такое количество людей, сколько ему лет. То ему исполнилось 11 лет. Он мог достать 11 человек. 12? 12. Здоровый человек на такое не способен. Его коллега-психолог Густав Гилберт считал, что у всех нацистов имеются лишь психологические особенности личности, и не более того. Он был родом из еврейско-немецкой семьи. Бегло говорил по-немецки. Дуглас Келли немецкого совершенно не знал. Двое специалистов, переступивших порог этой удивительной лаборатории, с целью разобраться, что же случилось с этими людьми. Оба психиатра соберут уникальный материал. Сразу после процесса напишут книги. Гилберт – Нюрнбергский дневник. Келли – 22 камеры. Они разойдутся миллионными тиражами. Но останется много неизданного. Того, о чем никто никогда не говорил. Они увезли все эти записи с собой. Они были сделаны в частном порядке. Интересно, что записи тех людей, которые ежедневно находились с заключенными, никогда не были общедоступными. Никто и никогда не узнает до конца истинной причины трагедии, случившейся 1 января 1958 года в доме Дугласа Келли в Калифорнии. В тот день за праздничным столом собралась вся семья. Доктор с женой готовили вместе, поссорились. Он выбежал из кухни, поднялся в кабинет, что-то взял. И встал перед лестницей, откуда вся семья могла его отлично видеть. Произнес что-то вроде «я больше не могу, мне это не по силам». Потом положил что-то в рот, упал и скатился вниз по лестнице. В руке он сжимал флакон с остатками белого порошка. Это был цианистый калий. Такой же принял пациент Келли в Нюрнберге Герман Геринг накануне своей казни 15 октября 1946 года. Герман Геринг, главнокомандующий военно-воздушными силами Германии, председатель Совета обороны Германии, с 1938 года преемник Гитлера на всех постах, в случае болезни фюрера и других обстоятельств. Они оба использовали этот необычный метод покончить с собой. Как так вышло? Я пришел к выводу, что связь действительно существует. Писатель Джек Эль Хаи поставил цель обнаружить неопубликованные записи Дугласа Келли. Он нашел контакты старшего сына, доктора. Тот пригласил писателя в свой дом и указал на 12 коробок с бумагами отца. В одной из них, на самом верху, лежала обтянутая бархатом коробочка для драгоценностей. Я открыл ее, но внутри не было драгоценностей. Там лежал пузырек с надписью «Паракадеин Германа Геринга». И в нем были капсулы наркотика 65-летней давности. Кто знает, что это была за химическая смесь теперь? По некоторым данным, когда Геринга арестовали, у него был кейс с «Паракадеином» – сильным обезболивающим наркотическим препаратом. Он страдал не только от наркозависимости, но и от ожирения. Перед Келли стояли две задачи – снизить ежедневное количество таблеток, а также убедить Рейхс Маршалла сбросить вес. Поскольку меньше всего союзники хотели, чтобы перед началом Нюрнбергского процесса Геринг скончался от сердечного приступа. И Келли удалось уговорить Геринга, сказав, что в зале суда он будет выглядеть куда более убедительно, подтянутым и здоровым. Геринг согласился и в короткое время действительно сильно похудел. Просто за счет того, что меньше ел. У большинства подсудимых доктор Келли лишь подозревал психические расстройства. Но у одного из них, Роберта Лея, болезнь была явной. Роберт Лей – один из крупнейших деятелей нацистской Германии, руководитель Германского трудового фронта. Эта массовая организация регулировала отношения между работниками и работодателями. По результатам тестов Роберта Лея доктор предположил, что тот страдал каким-то заболеванием лобной доли мозга. Он путал названия цветов, речь была отрывистой и часто просто не имела никакого смысла. Похоже, это было следствием того, что Лей сильно пил. Алкоголизм оказывал большое влияние на его поведение. Келли выяснил, что Лей пережил тяжелое сотрясение мозга, полученное в результате авиакатастрофы во время Первой мировой войны. В результате травмы у него начались проблемы с речью. Он легко поддавался переменам настроения и вспышкам гнева. Думаю, алкоголь был для него способом справиться с этими симптомами. 25 октября 1945 года, за четыре недели до начала процесса, Лей покончил жизнь самоубийством. Доктору Келли тайно удалось сделать снимки мозга Роберта Лея и переправить их специалистам в Вашингтон. Специалисту в управлении начальника медицинской службы, чтобы тот мог подтвердить, есть ли повреждения лобных долей. И Келли получил ответ. Поздравляю, Ваш диагноз подтвердился. Несколько лет спустя Келли попросил специалистов дать повторное заключение. Но на этот раз никакой патологии найдено не было. Удивительно, сколь сильно было желание обнаружить у этих обвиняемых какой-то органический биологический изъян, который объяснил бы их поведение. Иначе как мог нормальный человек совершить все эти зверства? Среди бумаг доктора Келли Джек Эль Хайи обнаружил большой конверт, надписанный рентгеновские снимки черепа Адольфа Гитлера. Адольф Гитлер, глава нацистской Германии, верховный главнокомандующий вооруженными силами. Я открыл конверт, и в нем лежали восемь различных снимков. Они были сделаны при жизни Гитлера, ближе к концу войны, когда у Гитлера был синусит. Неизвестно, как именно Келли удалось их заполучить. Но, вероятнее всего, ему помог личный врач фюрера Карл Брант, который тоже содержался в нюрнбергской тюрьме. Его судили позже, на одном из последующих процессов по делу медиков. Во время разговоров с Брантом у Келли возникла гипотеза, объясняющая поведение и поступки Гитлера. Он полагал, что у того не было психических отклонений. Но он был ипохондриком. И вследствие ипохондрии действовал иррационально. Например, Гитлер совершенно необоснованно полагал, что у него рак желудка, и что рак его быстро убьет. И потому он и принял это поспешное решение напасть на Россию. Потому что думал, что умирает. Хотя это было не так. И Германия напала на Россию раньше, чем была к этому готова. Одной из главных задач экспертов в Нюрнберге было установить, вменяемы ли трое обвиняемых? Заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс, финансовый магнат Густав Крупп и главный редактор нацистской газеты «Штурмовик» Юлиус Штрейхер. Поведение последнего вызывало особенно много вопросов. Все разговоры он сводил к враждебным высказываниям о евреях. Он был, кстати, единственным, кто уже побывал в свое время, а именно в 1928 году, в зале Нюрнбергского суда. Он на тот момент обвинялся то ли в растлении малолетней, то ли в изнасиловании и был осужден. И ему тогда уже проводилась экспертиза, в 1928 году. Ему был поставлен диагноз психопатии, хотя он был признан меняемым. На этот раз тоже проблем не возникло. Во время освидетельствования Штрейхер был признан способным отвечать за свои действия, хотя и одержимым навязчивой идеей. Второй обвиняемый – это был Крупп, который к моменту назначения экспертизы был уже давно недееспособен, нетранспортабелен. Экспертам пришлось ехать в его усадьбу в Тирольских Альпах, где он был прикован к постели, и он был в результате выведен из судебного процесса. Наиболее спорной, вызвавшей дискуссией, была экспертиза второго человека в нацистской партии – Рудольфа Гесса. Порой Гесс утверждал, что не помнит самых простых вещей. Например, где он родился. И также он утверждал, что почти ничего не помнит о тех временах, когда он был руководителем в правительстве Германии. Память-то пропадала, то вновь возвращалась. Специалисты склонялись к тому, что Гесс симулирует, и постановили, что он в состоянии давать показания в Нюрнберге. А потом он сам выступил с заявлением, что это была уловка тактического, как он выразился, характера. Итак, все подсудимые, кроме Круппа, вменяемые готовы предстать перед судом. Однако что-то с ними все-таки должно быть не так. Келли продолжает искать личность нациста. Заключенным предложен IQ-тест оценки коэффициента интеллекта. Надо помнить, что это был американский тест, рассчитанный на американцев. Многие вопросы были чисто американскими. Как, скажем, когда отмечается День труда? Никто за пределами Америки этого не поймет. Это как если бы мне предложили русский тест IQ в переводе. Хорошо бы я, думаете, с ним справился. Менее 65 баллов по тесту свидетельствовали о больших проблемах с интеллектом. Нормальным считался показатель между 80 и 119 баллами. К большому удивлению психологов, результаты всех пройденных тестов IQ были выше среднего значения. Самый низкий, но все равно в пределах среднего значения, результат был у Штрейхера. Самый высокий — у главного финансиста нацистской партии Яломар Шахта. Именно он фактически создал экономику Третьего Рейха. Геринг был третьим. Средний показатель проверяемых равнялся 128. Однако результаты тестов не были включены в отчеты, и их долгое время не публиковали. Но ведь интеллект никак не связан с нравственностью. У многих известных американских преступников, серийных убийц были высокие показатели. Можно утверждать, что преступления людей с более высокими показателями будут более изощренными, из ряда вон. Так что неудивительно, что у этих людей был высокий IQ. Келли все еще надеялся выявить возбудитель нацистской болезни. Заключенным был предложен тест Роршаха. Тест был разработан швейцарским психиатром Германом Роршахом. И он заключается в том, что человеку показывают чернильную кляксу и просят рассказать, что он в ней видит. Предполагается, что в интерпретацию клякса человек вложит что-то такое, что мы о нем не знали. Это называется проекция. Выводы оказались удивительными. Все нацисты не имели и намека на наличие творческого потенциала. Их ответы были очень простыми и прямолинейными. Наилучшим образом отличился Герман Геринг. Келли счел его воображение весьма богатым, поскольку тот, глядя на карточки, как правило, выдавал несколько разных историй. О чем же сказали результаты теста Роршаха? Лишь о некоторых индивидуальных особенностях личности. Тест не выявил у нацистских главарей никаких психических отклонений. Келли был потрясен. Все нацисты нормальны. Никто из них не выказал склонности к насилию. Даже комендант Освенцима Рудольф Хёс. Вывод, что личности нациста не существует, и все они были обычными людьми, стал для Дугласа Келли страшным ударом. Психиатры ожидали неких каких-то открытий. То есть они думали, что сейчас они выявят каких-то идеальных преступников, каких-то чудовищ. Но никаких суперзлодейских качеств эти тесты не продемонстрировали. Позже, в 60-е, историк и философ Ханна Арендт придумала термин «банальность зла». Она пыталась объяснить, что зачастую зло рождается не от ненависти, не от ярости, не от восторга смерти. Оно рождается от скучной, бездумной нормальности. Из простого желания делать то, что говорит хозяин. Преода человека такова, что человек без особых усилий усваивает всегда более успешно всякие эгоистические истины. Вот эта банальная зла, она и существовала, исходя из этих примитивных и низких истинах, в которых доминировала национальная исключительность. Сейчас нам известно, что относительно нормальные люди способны совершать не вполне нормальные поступки. И когда люди объединяются в группы, они могут быть очень и очень опасны. Да, Густав Гилберт пишет, «Я думаю, что зло — это отсутствие эмпатии». Отсутствие эмпатии. То есть неспособность чувствовать боль другого. Почему немецкие солдаты беспрекословно выполняли жестокие приказы? Какова грань, через которую может перейти нормальный психически здоровый человек в причинении физического вреда другому человеку? Первым серьезным ответом на эти вопросы стал эксперимент психолога Стэнли Милграма в Ельском университете в 1963 году. Было объявлено о том, что проводится эксперимент о определении взаимосвязи эффективности запоминания и ощущения боли. За эксперимент платили деньги. При этом было сказано, что если вы не закончите эксперимент до конца и прекратите его, все равно деньги вам будут выплачены. Было выбрано 42 человека. Только мужчины, в основном белой расы. Эмоционально устойчивые, без отклонений. В их задачу входило научить учеников запоминать слова. Эксперимент проходил в двух помещениях. Ученики сидели за стеклом. При каждой ошибке ученика учитель должен был нажать кнопку, наказывая провинившегося разрядом тока. Учениками были актеры. Никаких ударов током они не получали. Однако искусно изображали боль и страдания. Минимально было 15 вольт, максимально было 450 вольт. Эксперимент прекращался, если учитель три раза нажимал на кнопку, которая давала максимальное напряжение тока – 450 вольт. До начала эксперимента Милгрэм опросил психологов Ельского университета. Каков, по их мнению, будет процент тех лиц, которые доведут до максимума удар электрического тока? Коллеги сказали, не больше 2%. Результаты были ошеномляющие. 65% испытуемых доводили эксперимент до конца. 450 вольт. Этот эксперимент повторяли в разных странах и в разное время с мужчинами и женщинами. В 2015 году были собраны результаты всех экспериментов за прошедшие годы. процент людей, которые причиняли другим максимальную боль, оставался тем же. А ведь это было уже совсем другое поколение. Когда Стэнли Милгрэм проводил свой эксперимент, Дугласа Келли уже не было в живых. Долгие годы психиатр пытался ответить на вопрос о том, как бы сам поступил на месте учителя и чем он в целом отличается от людей, которых судили в Нюрнберге. За все те месяцы, что доктор Келли провел с Герингом, он понял одну вещь. Они с Герингом очень похожи. Оба они были сильными, волевыми, нарциссическими личностями. И Келли начал думать о том, что он, как и Геринг, был способен на большое зло. И эта мысль всегда оставалась при нем. Дуглас Келли увидел, как умно и обаятельно бывает зло. Он осознал, как трудно бывает выбрать светлую сторону жизни. Он понял, как обыкновенный, вроде бы порядочный человек может превратиться в прилежный и бездушный механизм. В середине 20 века люди поверили в теорию национальной исключительности, в то, что один народ вправе стать выше других. Это не сделало их лучше, сильнее или мудрее, но породило много жестокости и боли. В Германии такие люди объединились в группу, написал Дуглас Келли в одной из своих последних заметок. Они окружают нас всегда и везде, и мы должны лишить их новой возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова